Давайте откроем 11 главу Матфея. Начнем с простого. Мы будем идти с простого к сложному. 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, говорит Иисус, и я успокою вас. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Есть некое успокоение в Боге. Когда мы приходим к Богу, Он нас успокаивает. Вы знаете, первое то, что я получил от Бога, это покой. Послушайте внимательно. Каждый приходит со своими знаниями, со своими откровениями, со своим познанием. И первое то, что Бог хочет дать тебе, Он хочет сказать «Успокойся». Мы знаем, как все устроено. Мы знаем, как должно быть. Мы хотим вот этого, мы хотим того. Но Бог говорит «Успокойся». И вы знаете, Он приводит наше сердце в покой. Поклонение, прославление, служение. Он хочет, чтобы ты находился в этом покое, потому что Бог творит из своего покоя. Ты знаешь, твоя жизнь может меняться из покоя. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я не знаю, кто тебя обременил. Я не знаю, кто у тебя утрудил. Но я знаю, что ты можешь быть в покое Божьем. Потому что, когда ты приходишь к Иисусу Христу, наполняет Бог покоем. Он дает тебе покой. И среди проблем, среди всех невзгод, ты можешь находиться в этом покое. И Он говорит «Возьмите, потом возьмите». Потому что некоторые, придя в церковь, они пытаются что-то делать, брать что-то. Но так как у тебя в голове беспокойство, свои проблемы. Кто-то пришел строить свою семью. Кто-то пришел устраивать свой бизнес. Кто-то пришел еще с чем-то. И у Него в голове беспокойство и беспокойство. Знаете, что Бог говорит? «Приди сначала, я тебя успокою». Как только ты войдешь в покой Божий, как только ты найдешь этот покой, то иди и бери крест. Некоторые сначала берут крест. И знаете что? Они подрываются, они надрываются. Они не способны его нести. Потому что крест Божий. Если ты не в покое Божьем, ты не сможешь нести. Крест – это то служение, которое Он доверяет тебе. Та часть, которую Он знает о тебе, что ты можешь понести, Он даст тебе. Некоторые люди могут, и они думают, что они могут понести что-то. Но они слабы. И что нужно сделать в этот момент? Войти в покой Божий. И вы знаете, мне нравится, когда ученики вошли в покой Божий. В деянии апостолов написано, ждите обещанного. Вы знаете, что такое покой? Это когда ты в страхе находишься? Нет. Потому что, когда Дух Святой внутри тебя, ты силен, ты становишься сильным. И ждите обещанного. Сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями. Потому что, когда ты теряешь этот покой, ты не сможешь находиться в его видении, откровении. Смотрите. Возьмите иго моё. Мне нравится. Есть нужда Божья. Есть желание Божье в мою жизнь. Возьми иго моё. Каждый из вас несет свое. Проблема в том, что мы не можем понести его, если не войдем в покой. Если не дадим его успокоить. Вы знаете, послушайте. Это все равно, что для того, чтобы прооперировать тебя, тебе надо ввести в анестезию. Для того, чтобы ты мог функционировать правильно, тебе надо сделать операцию. Но ты не можешь дать, делать тебе операцию, если ты не доверишься врачу. И вы знаете, есть люди, которые боятся. Боятся умереть на операционном столе. Боятся сделать определенные вещи. Боятся многих вещей. Боятся. И вот этот страх, он не дает им. И Бог говорит им, войди. Послушайте. Мы пришли в церковь. И мы должны довериться кому? Кто-то доверяет своим мыслям, своим желаниям, своим чувствам. Они эгоисты. Они думают, что они все знают. Бог у них палочка-выручалочка. Когда им плохо, они приходят к Нему. Боже, дай мне вот это, вот это, вот это, вот это. А я потом пойду и делать буду свое. Но он говорит, пока ты не войдешь в покой, ты не сможешь взять крест Мой. Иго мое. Смотрите. Иго мое. На себя и научитесь от Меня. Смотрите, слово научитесь, оно больше напоминает то, что мы должны брать пример с него. Потому что пример, который мы взяли, вы знаете, самое лучшее научение – это пример. Мы должны детям показывать пример, да? И Он говорит, посмотрите на Меня. Мне было легко исполнять мое служение. Пример с Меня. Я хочу, чтобы вы поняли, Иисусу было легко. И многие говорят, так Он же Бог. А что тебе мешает? Он сначала тебя сделает Богом, потому что в покое все Боги. Войди в покой мой, ты станешь Богом. А потом возьмешь Иго. Но умираем мы как человеки. Почему? Потому что у нас есть свои желания. И вот эти желания уводят нас от Бога. Эгоизм. И смотрите, я дочитаю это, и потом я начну вторую тему. Ибо я кроток и смирен сердцем. Есть люди, которые смиренные внешне. они тебе так кланяются. Они говорят, да, да, да. Как японцы, знаете. Но у них в сердце нету смирения. Они даже разговаривают, как смиренные. Но нотка, которая у них есть, выдает их альфа-волны. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо Иго мое благо. Послушайте, я хочу сказать, то, что Бог дает, оно круто, приятно. Еще раз скажу. Скажи своему соседу, то, что Бог даст тебе, и то, что тебе сейчас кажется игом. И проблемой, что ты не можешь выполнить, это благо. Это благо. Это классно. Это удовольствие. Ты понимаешь, когда ты получаешь удовольствие, когда ты от процесса получаешь удовольствие. Некоторые люди не понимают, что в процессе можно получать удовольствие. Они не видят этого. Мы должны получать удовольствие. Иго мое благо, и бремя мое легко. Но ты сначала войди в покой мой. Придите ко мне, и я успокою вас. Вы знаете, некоторые думают, каким образом я могу войти в покой Божий. Первое, что я должен сделать, принятие Иисуса Христа в свое сердце. Дать Ему возможность врачевать меня. И дальше моя тема следующая. Как врачевать? Вы знаете, Бог, Иисус, Он врач. Он врач внешний, внутренний, и Он врач моей души. Знаете, что делают врачи? Они пересаживают голову с одной на другую. Они меняют в нас что-то. Не, врачи такого не делают. Но Иисус, Он делает и меняет нас. Он меняет нас изнутри. Он меняет нас и снаружи. Он меняет нас внешне. Он меняет нас внутренне. Потому что то исцеление, которое Он давал людям, это говорило о том, что может быть и с их внутренностью. И если ты приходишь к Нему, ты можешь измениться. Придите к Нему все отруждающиеся. Вы знаете, мы ищем проблем сами. Но мы не ищем того, кто может разрешить нашу проблему. Есть выход. Есть один выход. У нас сегодня причастие, и мы будем участвовать в этом причастии. Но я хочу сказать, что каждого из вас есть выход. И этот выход не я. Этот выход даже не церковь. Послушайте внимательно. Если ты поймешь до конца этот выход церковь, которая есть тело Иисуса. Потому что приходя в это, беря это на себя, ты становишься сильным. Я не против церкви. Я против названия, которое она несет. потому что мы тело Иисуса Христа должны быть. Я хочу войти в это тело. Я хочу в полноте сораспяться с Ним, быть с Ним. И смотрите внимательно. Ибо иго мое благо, а время его. Кому-то тяжело сейчас проходить семейные конфликты, проблемы и так далее. Послушай внимательно. Знаешь, почему? Проблема в том, что у тебя в голове много своих пониманий. Ты обременен тем, что решаешь свои вопросы. А тебе надо прийти к Нему. Когда ты приходишь к Нему, Он начинает решать. Он же Бог, скажи, аминь. мы же приходим всемогущему Богу. Мы же не для галочки ходим в церковь. Мы приходим к Богу, Он сверхъестественный. Он делает многие вещи, которые внутри меня меняют, изменяют меня. Вы знаете, был случай такой, что человек, который был исцелен не сразу. Помните, когда привели слепого к Нему, и он не сразу исцелился. Сначала один раз, второй раз и третий раз. Ну, первый раз он дал ему руку, поздоровался с Ним. Вы знаете, бывает, наше прикосновение, Божье прикосновение к нам ничего не меняет, только одно, дает желание измениться. Второе, он коснулся его глаз, и что он увидел? Он видел людей, как деревья. И третий раз он уже видел нормально. Почему? Это Бог, когда касается каждого из нас, он прикасается, он меняет наше сердце. Он меняет, чтобы мы видели правильно. Сегодня некоторым надо видеть правильные вещи в своей жизни. И я вам хочу сказать, что то, что ты видишь, то, что ты смотришь в свою жизнь, тебе нужно изменить. Первое, войди в покой его. Оставь свое. Оставь свои понимания, свои мысли, свои желания. Войди в покой Божий. И давайте откроем Матфея, 20 глава. Следующее мое послание. 29 стих. И когда выходил он из Эрихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, слышавшие, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас. Что их заставило кричать? Нужда. Но решения проблемы, их слепоты нету. Есть только надежда в Иисусе Христе. Вы знаете, у некоторых сегодня такая ситуация, что у вас и решения проблем нету, а есть только надежда. есть только возможность кричать Ему. Иисус сын Давидов, помилуй меня. И вы знаете, вот это решение, они для себя приняли, что я буду говорить об этом. Вы знаете, есть сила в исповедании, есть сила, что ты говоришь, чьим словам ты будешь верить. Люди, которые говорят, та, Иисус. Многие приходили в церковь, не получили освобождение, исцеление, я получу. Кому ты будешь верить? Многие были, но ничего не изменилось в их жизни. О, они говорили разное. Они сидели при дороге. Об Иисусе говорили разное. Но они приняли решение для себя. Я буду кричать. Я буду взывать громко и не удерживаться. И вы знаете, они взывали, что, давайте прочтем. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавшись, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас в Господе, сын Давидов. Народ же заставлял их молчать. Толпа людей заставляла молчать. Знаете, почему? Да что вы тут начали? Да посмотрите на себя, вам никто не может помочь. У вас бывали такие ситуации? Послушай внимательно, Он есть дверь, Он есть выход, Он есть путь, Он есть истина, Он есть жизнь, но если я не приду к Нему, я не буду исцелен. Кто-то хочет иметь исцеление, не приходя к Богу. Они решили для себя, что Он для них Сын Давидов. Что значит в Израиле признать Иисуса Сына Давидова? Это признать, что Он Царь, Он Мессия, Он Господь. Вы знаете, если ты принял для себя это решение, ты можешь получить все от Него, Он есть твой путь, Он есть твоя истина, Он есть твоя жизнь. Придите ко мне. Он говорит о том, что мы должны прийти к нему. Послушайте, есть много людей, которые могут решить мою проблему, финансовую проблему, духовную проблему, душевную проблему, но послушайте, по-настоящему даст радость мне только один. Удовольствие только один. Послушайте внимательно, я знаю, кто мне дает это удовольствие. благо и легко. Можно прожить эту жизнь благо и легко. Вы знаете, в чем написано еще благо? Почитай отца и мать, и будет тебе благо и легко на земле. Я хочу, чтобы на этой земле мне было благо и легко, и когда я труждающийся и обремененный, прихожу к Богу, послушай внимательно, Бог дает мне это благо. И вы знаете, их, я не знаю, может родили слепыми. Мама не дала им благо, папа не дал им благо, никто не мог дать благо. они решили для себя. Мы будем. Вы знаете, некоторые в своей голове прокручивают, они говорят, ну, этот везучий человек, у него отец там на хорошей должности, ему хорошее образование дали, вообще у них хорошая семья, им повезло. Послушай внимательно, не имеет значения, какая у него семья или какой он, мы не знаем, что в сердце человека. Мы не знаем, как им тяжело, как они обременены, потому что всем надо пройти через Иисуса Христа. И те, которые думают, что тем легко, думают, о, какие эти везучие. Вы видели таких? А некоторые едут и смотрят, ой, как хочется быть маленьким ребенком, снова ни о чем не заботиться. Тебе можно быть ребенком, потому что он назвал тебя по имени, он назвал тебя своим детем. Благо с Богом и легко. Вы знаете, я хочу, чтобы счастье, состояние счастья, оно было в каждом из нас, но если я не отдал ему свою жизнь, не может быть счастья. Можно ходить в церкови, быть несчастным, можно быть замужем и быть несчастной. Знаешь, почему? Да он тебя не любит. А можно быть замужем, несчастной, но счастливой, если отдашь свою жизнь ему. Послушайте, бремя мое, иго мое, благо. Смотрите, они решили для себя Иисус, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Народ заставлял их молчать. Они еще громче стали кричать, помилуй нас, Господи, сын Давидов. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Что вы хотите от Меня?» Знаете, часто Иисус у некоторых спрашивал, веруешь ли? Что ты хочешь, чтобы Я дал тебе? Что ты хочешь, чтобы Я тебе дал? Мне ничего не надо. У меня все хорошо. Боже, все отлично. Но есть то, что не даст мне никто покой. Есть то, что не даст мне и не дал мне никто покой. Радость, мир. послушайте внимательно. Есть то, что Иисус предлагает тебе сегодня, иго мое благо, время мое легко. Некоторым Он предлагает войти в покой. Вы понимаете, что я говорю? Кто из вас понимает? Если ты не вошел еще в покой, ты пришел в церковь, ходишь, покаялся вроде бы, но у тебя беспокойство в голове. Я понимаю тебя. Тебе надо второе, третье прикосновение Божье. Тебе надо, когда Бог увлечет тебя полностью, ты станешь сильным в Боге. Ты прозреешь в Боге полностью. потому что Иисус делает тебя способным. И вы знаете, самое интересное, что ты хочешь? По-настоящему, что ты хочешь? Он задает этот вопрос. Ты хочешь, чтобы у тебя было временное удовольствие, или ты хочешь, чтобы у тебя постоянное было? Потому что зрение, это оно постоянно. Это то, что ты можешь пользоваться в этом мире. Созерцать, насколько он прекрасен. слепые прозревают. Вы знаете, это вообще чудо, что люди могут получать удовольствие, видя и созерцая этот мир. Потому что, когда Бог создавал этот мир, Он сказал, все весьма хорошо. Некоторые люди недовольны ходят. Знаете, почему? У них заботы вот здесь. А тут бы увидеть что-то. Тут бы посмотреть на что-то. И смотрите, интересно, Иисус остановившись, подозвал их, что вы хотите от меня? Звучит грубовато. Мы тут такое прославление тебе устроили, хвалу такую, никто так не устраивал еще. Иисус сын Давидов, двое прославляют тебя. мы такое устроили. А ты спрашиваешь, что мы хотим, что не видно? Что и не видно? Назови, что ты хочешь. Скажи, что ты хочешь по-настоящему. Некоторые имеют знания, что они хотят. И они, знаете, и вроде служат Богу, и уже поверили Ему. Но Он говорит, воззови-ка, призови-ми, я покажу тебе. Они говорят Ему, Господи, денег не хотим, машин не хотим, имений не хотим, хотим, чтобы глаза у нас открылись. Иисус, мы хотим, чтобы глаза наши видели нашего царя. Вы знаете, интересно, первый человек, которого они увидели, это был царь. Я не знаю, насколько это восхитительно, но я думаю, что когда ты начинаешь видеть, у тебя все восхитительно, все настолько становится прекрасным. Вы знаете, есть запоминающиеся моменты в моей жизни, и в вашей тоже, когда вы были детьми, когда вы были подростками или взрослыми, у вас есть такие яркие-яркие моменты запоминающиеся. Хорошо, когда они в хорошем свете, но есть плохие моменты, когда человек проходил какие-то трудности, ему надо избавиться от них. Почему? Потому что если ты не избавишься от них, это будет тащить тебя как бремя, это иго, которая не дает тебе встать. Тебе нужно увидеть Иисуса, тебе нужно встретиться с Ним, тебе заново нужно видеть, потому что некоторые просто говорят, что они видят, но носят свои бремена. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Смотрите дальше. Иисус умилосердившись, прикоснулся к глазам, и тотчас прозрели глаза их, и они, как там написано, пошли домой себе, он настолько прекрасен, я буду ходить за ним, послушайте, это пример того, иго мое благо, а время мое легко. Научитесь от меня. Вы знаете, процесс научитесь, он очень долгий. Некоторым надо сегодня пройти этот процесс метаморфоза изменений. Почему? Потому что то, что изменит тебя по-настоящему, это его слово откровения. То, что изменит тебя по-настоящему, это то, что он будет говорить твою жизнь, и ты будешь снова и снова. Но послушай, если ты вышел из покоя Божьего, тебе снова надо возвратиться туда. Знаете, что такое беспокойство? Что будет завтра? Как я проживу? У меня такие проблемы в семье. Вы знаете, у меня все будет хорошо. Бог не меняется. А даже если изменится, то к лучшему. Потому что если Бог меняется, то и все вокруг меняется. Понимаете меня? Бог не изменит в своем обещании. То, что он обещал, он исполнит. И я верю ему. И знаете, доверие Иисусу, оно дает тебе такую уверенность, что ты находишься еще в сильнейшем покое. И тебе не страшно. Проси у меня. Что ты хочешь? Прозреть. Вот это, чтобы не болело. Здесь, чтобы было хорошо. И вот здесь, чтобы было, чтобы хорошо. И здесь, хорошо. И Господь, ну, видишь, я хочу, чтобы мне было благо на земле. Он хочет это дать, правда? Да не надо мне возьми крест. иго. То, что ты должен нести. Вот поэтому я говорю некоторым, знаете, когда ты в служении, вот Виталик сегодня свидетельствовал, я расту, аллилуйя. Он в служении, он никогда не, он в Виталик, можно тебя? Да. Он может что-то делать не так, но он всегда здесь, он всегда нас. Правда? Бог благословляет некоторых, когда они берут иго Божье, служение. Правда? Бог благо. Всегда. Мы бывает ошибаемся, мы бывает делаем что-то, но первое то, что он вводит нас в свой покой, и для этого надо мусор из нашей головы вытащить. И этот мусор очень сложно вытащить. Я вам серьезно говорю, почему? Потому что мы со своими нравами, со своими желаниями пришли к Богу. И чуть что, мозоль, где-то еще, вау, и у нас начинается проблема. Мы вместо того, чтобы Иисус, дай прозреть, чтобы видеть, в какой ситуации, чтобы выйти, мы начинаем искать выход самостоятельно. Придите ко мне, Он говорит, я хочу решать ваши проблемы. Я хочу решать ваши проблемы. Вы знаете, мне нравится то, что тут даже Иисус пришел к ним. Бывает, Бог проходит мимо, мимо твоего дома, мимо твоей жизни, и ты чувствуешь, что Бог прошел мимо, и ты даже не крикнул Ему. Знаешь, почему? Потому что у тебя не хватило смелости, не хватило уверенности сказать, что Господь, ты можешь мне это сделать, ты можешь мне это дать. Знаешь, откуда смелость приходит? От нужды, потому что ты все уже перепробовал. Некоторые герои до сих пор пробуют. Ты выйдешь из церкви, будешь пробовать свою жизнь, заново менять что-то и делать, вместо того, чтобы воззвать к Нему. То, что Бог благословляет, это неизменно. Я пример Виталика привел, но тут же много служителей, они все знают, правда? когда ты с Богом, ты у покоя, даже если есть какие-то тяжести, ты что? Тебе хорошо, тебе легко, иго мое благо, и бремя мое, поэтому не бросай то, что начал. Некоторые, знаешь, начали, но не закончили, а мы же начнем, Аллилуйя. И вот этот год говорит о том, конец этого года. Бог благословляет своих, Бог дает своим. Я подведу итог. Если ты нуждаешься, чтобы тебе было хорошо в следующем году, тебе нужен Иисус, приди к Нему и будь возле Него, не оставляй его, потом возьми его иго и его бремя, а знаешь, что его иго и бремя? Ради чего он пришел на эту землю? Спасение людей. Если ты еще не взял это иго спасать людей и бремя, тебе проблема. Тебе тяжело, тебе сложно. У тебя свои планы на жизнь, уехать куда-то в Америку, жить там, но и там тебя проблема найдет. Потому что все, кто бегут от себя, находят проблемы. Мне надо зреть, решить для себя. Начни славить его, начни служить ему в этом году, который будет. Послушай, и подводя полный итог, мы будем строить дом, молитвенный дом. У нас будет служение большое. когда нам предлагали маленькие залы, братья ходили, Виталик с Олей ходили, они там маленькие залы. Я вам хочу сказать, что я хочу, чтобы в зале хотя бы помещалось 300 человек для будущего. мы сейчас растем, а еще будет больше. Посмотри на своего соседа и скажи, мы растем. Знаешь, откуда рост? Рост оттуда, что мы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы приняли и мы передаем. Это наше иго, это наше бремя спасать людей. И кто-то говорит, ну, церковь должна быть качественной. Я не верю этому. Качество не зависит от вас. Скажи, качество не зависит от нас. Наша задача идти и исполнять, а все остальное делает Бог. Смотрите, Он все остальное делает. Мы должны двигаться верой. И у нас будут пожертвования отдельно от десятин, которые вы приносите. Десятины будут туда, а пожертвования будут где Маши? Маши нет? А, не успела. Ой, как быстро. Смотрите, у нас будет книга, в которой мы будем участвовать. Я делаю это по откровению. Я не просто это делаю. Каждый человек, который жертвовать будет на храм, на постройку, или же на покупку здания, он будет вписываться туда. Под роспись. Аллилуйя. Это будет прошито, это будет точно, это даже перед высшими властями. Почему? Потому что я верю, что мы вкладываем не только свои финансы, мы вкладываем свою жизнь для того, чтобы церковь строилась. И вы знаете, я думаю, что мы должны даже в ближайшее время приобрести какую-то часть, какой-то участок, какое-то здание для того, чтобы положить начало здесь. Время пришло. Время для строительства пришло. Вы знаете, не для того, чтобы сделать себе имя, потому что нам имени не надо, не для того, чтобы показать, кто мы такие, нам тоже этого не надо. наша задача и цель, чтобы люди спасались в городе Борисполе. И если люди будут спасаться, то нам надо вкладывать всю свою жизнь туда. И вы знаете, наша молитва будет об этом. В следующем году, 2-го числа и 4-го числа у нас будет пост. Именно об этом 2-го числа и 4-го у нас будет именно об этом пост. Пост за здание, за новое здание. Ну, если хотите, хотите 2-го по 4-го. Некоторые не могут. У нас будет 2-го А? Да, у нас 2-го Не на выбор. Просто 2-го и 4-го. А кто хочет 3-го пожалуйста и 3-го пожалуйста. У нас будет пост. А? Не понял. Ну, да. Целый день. Вы уже делаете это. Главное, чтобы была молитва. Я вам хочу сказать, это не должен быть полный пост. Для некоторых очень тяжело, но главное, чтобы была молитва. Чтобы мы молились за здание, за помещение, за то, что Бог дает. Благодарили за то, что Он дал нам, за эту возможность и за новое. Аминь. Возьмем мига его на себя и бремя его. Это легко и приятно. Я вам хочу сказать, бывает в нашей жизни что-то не так идет. И первое, то, что я должен прийти к Иисусу Христу. Придите ко мне. Придите ко мне. Некоторым надо сегодня прийти к Иисусу. Вернуться к Нему. Потому что у вас столько забот стало. И эти заботы уже не дают вам увидеть свет даже в конце туннеля. Вы видите что-то, но не видите сути. А перемены начинаются с меня. Не с моего брата или сестры, не с моей жены или мужа, а с меня. Вы знаете, мы хотим кого-то изменить, вместо того, чтобы менять. Так же легче. Легче устраивать все вокруг, но менять себя очень сложно. И первое, то, что нужно, это изменить себя. Иисусу и сказать ему, Иисус, сын Давида, помилуй меня, спаси меня. Я верю, что ты умер за меня на кресте. Мы сейчас будем молиться за это. Давайте встанем. Кому-то нужно покаяние сегодня, кому-то нужен Господь. Вы знаете, я верю, не зазорно каяться, зазорно оставаться во грехе. Проблема, когда ты остаешься в этом грехе, она просто увеличивается. Некоторым надо сегодня воззвать к Нему, чтобы прозреть. чтобы увидеть свою ситуацию. Вы знаете, вам может не нравится все вокруг, но когда ты прозреешь, когда ты по-настоящему прозреешь, то, что обыденное и то, что ужасное, может быть, для тебя будет совсем другое все эти. Тебе нужно прозреть. И вы знаете, каждому из вас нужен Иисус Христос. Я верю, но мне надо признать Его. Иисус, сын Давида, помилуй. Библия говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди них. Мы взываем Иисус, мы говорим Иисус, но мы знаем, что когда мы говорим это, Он здесь. Если ты желаешь сегодня покаяться и ты чувствуешь, что тебе нужно, не соседу, не кому-то еще, тебе нужно, то тебе надо просто закрыть глаза и двигаться вперед. Я хочу, чтобы вы вышли сюда, кто нуждается в покаянии. я хочу, чтобы вы тоже церковь молитесь просто. Если вы не чувствуете, что вам надо, молитесь. Просто повторяйте за мной. Господь Иисус, я верю, что ты умер за меня, за мой грех. Я прошу тебя, прости меня. Прости меня, Иисус, за всякий мой грех и освободи меня. Я нуждаюсь в тебе. Я прошу тебя, наполни меня своим духом и измени меня. я верю, Иисус, что ты умер и воскрес третий день. За меня, чтобы я имел сегодня часть с тобой. Я благодарю тебя за то, что ты принимаешь меня. Помоги мне следовать за тобой. В этой жизни я нуждаюсь тебе. И я благодарю тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я хочу, чтобы вы взяли за руки. Возьмите за руки. Я за вас помолюсь вместе. Закройте свои глаза. Я хочу, чтобы церковь молилась. Просто молитесь на иных языках. просто начните молиться громко, не стесняясь. Господь, я прошу тебя, наполни Духом Твоим, наполни славой Твоей, силой Твоей каждого, Господь, кто стоит впереди. Ты видишь, Господь, ты видишь их желания, ты видишь их жажду, Господь, по Тебе. И я прошу тебя, во имя Иисуса Христа, наполни их до избытка. Во имя Иисуса Христа. А я благодарю тебя и славлю тебя, коснись, Господь, Духом Твоим и силой Твоей. Господь, я прошу тебя, пускай твоя свобода Господь воссияет, пускай твоя слава наполнит во имя Иисуса Христа, пускай твоя радость Господь возвратится во имя Иисуса Христа. О, рави глория полэллия Бог, аллеллия хора повед мая жажда хора мая глория Я прошу молитесь, просто молитесь. Аллеллия жажда у тебя, Иисус 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 пух Иисус Иисуса Иисус 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 А Ты царствишь Господь. Ты царствишь. Ты царствишь. Ты царь сердца моего, Иисус, моя скала, Ты живая вода, о, Ты бес моя. Ты царь сердца моего, В тени крыл укроюсь я, Жертвой искупи меня, о, Ты бес моя. Ты царь сердца моего, Иисус, моя скала, Ты живая вода, о, Ты бес моя. Ты царь сердца моего, В тени крыл укроюсь я, Жертвой искупи меня, о, Ты бес моя, Ты благо, В тени крыл укроюсь я, Ты благо, В тени крыл укроюсь я, Каждого, Господь, кто нуждается сегодня в исцелении. Господь Иисус, Сын Давида. Я хочу, чтобы вы исповедовали что-то громким голосом. Я верю, Иисус Христос, мой Спаситель, мой Целитель, Господь Иисус, умер за меня, и я спасен Его ценой. Аминь. Я вас поздравляю, Иисус, аминь. Присаживайтесь. Я попрошу братьев выйти сюда, потому что у нас сейчас будет причастие. Ты благо, В тени крыл укроюсь я, Ты благо, В тени крыл укроюсь я, Иисус, слава Тебе. В последнем году. Последнее причастие, то есть, в этом году. И вы знаете, самое интересное, Иисус сказал так, как я хотел, как я хотел, чтобы это совершилось. Почему Он говорил о свершении того, что Он принимает эту жертву, и Он становится жертвой за нас? Почему? Потому что Его целью было спасение тебя и меня. И принявшие это причастие, мы что-то делаем. Мы снова провозглашаем, что Иисус Христос умер за меня, умер за мой грех, чтобы я был сегодня в Его теле свободен от греха. Если у тебя есть грех, и есть проблема, тебе нужно расстаться сегодня с ней. Тебе нужно сказать, во имя Иисуса Христа убирайся прочь. Мы сейчас будем молиться, и это вино, это виноградный сок, он превратится, для нас станет кровью Иисуса. А это станет телом, который хлеб. И вы знаете, Он дает нам силу, оживляющую силу, для того, чтобы мы были свободны. Аминь. Давайте встанем. Господь, я благодарю Тебя за тело, которое было ломимо за нас. И мы просим Тебя, Господь, прикоснись, Господь, к нам через это причастие, через этот хлеб, Господь, которое есть тело Твое, которое было ломимо за нас. Я благодарю Тебя и славлю Тебя, Господь, за то, что Ты дал эту возможность сегодня нам. Господь, я прошу Тебя за чашу, которая есть в Новый Завет Твоей крови. Я прошу Тебя, коснись через эту чашу каждого из нас и благослови. А я благодарю Тебя и славлю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все сказали Аминь. Его ранами исцелены, Он пригвожден был, как крестом, Его кровью очищены, в Нем теперь свободны мы. Власть греха разрушил, Иисус, все это Тебя. Все возьмем хлеб и чашу, а потом примем. Даровал свободу, Иисус, все это Тебя. Аллилуйя, Ты победу одержал, Аллилуйя, За меня Ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать Тебя. Иисус, Ты наш воскресший Царь, Богом величия и славы, Ты наш воскресший Царь. Его ранами исцелены, Он пригвожден был, как кресту, Его кровью очищены, В Нем теперь свободны мы. Власть греха разрушил, Иисус, все это Ты. На Христе за меня. Даровал свободу, Иисус, все это Ты. Ты мой Бог. Аллилуйя, Ты победу одержал на веках. Аллилуйя, За меня Ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать. Ты наш воскресший Царь, Иисус, Полон величия, Ты наш воскресший Царь. Учителя воскресной школы их позвали, да? Нет? Всех? Аллилуйя, Ты победу одержал на веках. Аллилуйя, Мы подождем всех. Аллилуйя, За меня Ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать. Ты наш воскресший Царь. Господь, слава Тебе. Я благодарю Тебя и славлю Тебя. Господь, за кровь Твою, которую Ты пролил за нас, За тело, которое было ломимо, Господь, За каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, Пускай через это причастие, Господь, Придет Твоя слава, сила Твоя в нас, Господи. Потому что Твоей смертью, Господь, Мы сегодня, мы сегодня Снова и снова, Господь, Побеждаем всякий грех, Господь. Все, что Господь окружает нас, Потому что Ты, Господь, победитель. Я прошу Тебя, благослови. Я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Я возвеличиваю Тебя, Господь. Я прошу Тебя, коснись, Господь, Каждого моего брата и каждой сестры, Через это причастие. Во имя Иисуса. А я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя. За этот день. Я благодарю Тебя за этот год. Аминь. За все, что Ты дал в этом году нам. Я благодарю Тебя и славлю Тебя. Господь, прошу. Господь, благослови нас в следующем году. Наполни нас Духом Твоим, силой Твоей. И пусть помазание Твое, Господь, действует в каждом из нас. То, что Ты, Господь, запланировал нас, да исполнится и да сбудется. Во имя Иисус. А я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Скажи своему соседу, я люблю Тебя.